Волатильность цен на нефть уже никого не может удивить. На этот раз сырье дорожает с двухмесячного минимума. Падение в среду было отмечено ростом запасов нефти в США, а также ухудшением деловых настроений в Японии и Китае. В среду нефть подешевела на 3%, а WTI – на 3,4%. В принципе, и это для трейдеров не будет громкой новостью, так как разочаровывающие макроэкономические данные на виду уже довольно долгое время. Правда, и в этой бочке дегтя нашлась ложка меда. Котировки североморской нефти марки Brent подорожали на 27 центов до 46 долларов 8 центов за баррель, а на WTI – на 26 центов до 43 долларов 19 центов. Причин неоднозначности торговых настроений на нефтяном рынке несколько. Первая из них, возможно, одна из самых значимых – это рост запасов сланцевой нефти в США, который остается главной темой для рынка нефти. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырья выросли на 6,3 млн баррелей, в то время как прогнозировали рост лишь на полмиллиона баррелей. Также в стране не остался Ирак, который усиливает давление на американских производителей сланцевой нефти. За последние недели Ирак отгрузил около 10 танкеров, которые доставят нефть в порты США в ноябре. Еще один главный фактор, влияющий на нефтяной рынок – экономическая ситуация в Азии. А именно, в Японии уверенность среди производителей в ноябре упала до трехмесячного минимума, а в Китае произошло замедление роста промпроизводства. Сегодня ОПЕК опубликует отчет о рынке нефти, а в декабре пройдет заседание по квотам. Стала известна информация о том, что организация стран-экспортеров нефти не собирается менять свою стратегию и доля организаций на мировом рынке будет падать вплоть до 2019 года. Прогнозируется рост цен на углеводороды в 2016 году – до 60 долларов и еще на 5 долларов вверх в течение 2017 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok